Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин вчера упал. Американское правительство перевело биткоины на бирже. И плюс еще Израиль атаковал Ливан. И все это стало причиной падения на рынках. В этом видео сделаем теханализ биткоина, а также Теслы, потому что Тесла позавчера выросла, а вчера упала на 4%. Не очень был хороший день на рынке. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Цена биткоина 65 900 долларов, опускался на 65 200, а еще раньше поднимался на 70 000, затем опускался на 66, поднимался на 67, и затем снова стал падать на этих негативных новостях. Но торговые объемы все еще неплохие на биткоине. Индекс страха и жадности 61, по-прежнему в зоне жадности. Ставка финансирования 0,001, и цена биткоина 66 000. Прямо сейчас даже падает. Был на 66 200, и опустился на 65 900. Сделаем в этом видео теханализ биткоина, Теслы. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки, а также почитаем позже ваши комментарии. Я делаю теханализ на TradingView, такая платформа. Всему этому обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах. Не перевернулся пока что в продажу. Биткоин индикатор бот дает сигнал на покупку. Стохастик. Пересечение на стохастике. Ого. Пересечение вниз идет. Есть ли еще какие-то паттерны важные? Нисходящий и расширяющийся клин. Внутри создается давление, давление. И выходим вверх. Проверим теперь на дневном таймфрейме. Стохастик вниз идет в перепроданность. Правильно? Да. Идет к перепроданности стохастик на дневном. Интересно. Быстрое падение на стохастике. Ну то есть, я имею ввиду, что поднимался биткоин на 70 тысяч и опустился на 65. Это 5000 падения. И что я вижу на дневном таймфрейме? Это интересная такая чашка с ручкой. И также мы видим еще годовую трендовую линию, по которой биткоин идет вверх. Или давайте, может быть, по-другому ее проведем. Через эти касания. Если через эти два касания провести. Но теперь нужно, я бы сказал, давайте ее вообще уберем. Потому что биткоин пробивал эту трендовую и затем поднялся выше 200-е скользящее среднее, 200-недельное скользящее среднее. И биткоин находится выше этого скользящего среднего с июля 23-го года. Или даже раньше, с начала года. И теперь он снова близко к этой линии. И очень близко биткоин подошел к моей торговой идее, которую я вчера давал. Вчера я ставил цену входа на 64 800 долларов. А биткоин опускался на 65 300. Я вижу также на графике... Биткоин, кстати, в первой волне лета. В данный момент я бы сказал, что это что-то типа трендовой линии, но... Но нет. 200-е скользящее среднее и перевернутая голова и плечи. Плечо, голова, плечо. Может формироваться. Объемы растут, не падают. На этом падении биткоина. Интересно. В общем, эту торговую идею я бы, пожалуй, оставил. Это такой более рискованный вариант. Если хотите более безопасный, то тогда я бы взял биткоин ниже. Вот здесь. На 62. Итого будет две торговые идеи. Одна на 62 тысячи. Цель 88 тысяч. Там закончится первая волна илета. А может уже закончилась эта волна? Близко-то биткоин подошел к моей цели. Но похоже, что это все-таки не вторая коррекционная волна уже началась. Потому что коррекция-то небольшая. Смотрите. Вверх и чуток вниз. Посмотрим, будет отскок в этот раз или нет. Если будет отскок, то это показывает силу биткоина. И значит, первая волна илета еще не закончилась. А если это закончилось, уже получается первая волна. То следующий импульс на биткоине будет прекрасный. Потому что для первой волны это был довольно неплохой рост. Вот две такие торговые идеи. Одна зайти на 64 849. Стоп-лосс на 64. Тейк-профит на 88. И вторая торговая идея зайти на 62 200. Первый вариант более рискованный. Второй более безопасный. По первой можете стоп-лосс поднять, чтобы было меньше рисков. Стоп-лосс на 64 381. И по второй торговой идее. Это такой более безопасный вариант. Я бы зашел от месячной поддержки. Цена входа 62 271. Стоп-лосс на 61 600. И тейк-профит на... Можете даже на 115 потянуть. Итого получается три цели. 72 88 и 115 000. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 000 долларов. Bybit лучшая биржа. Я сам торгую в основном именно на Bybit. Все другие биржи я тоже пробовал. Binance, Bingex, Bybit мне нравится больше всего. Я торгую на Bybit уже 5 лет. И никаких проблем не было. Так что регистрируйтесь и получайте бонус до 30 000 долларов. Два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. Все другие курсы тоже проходите. Стоит 333 доллара каждый. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. Посмотрим теперь на мой торговый аккаунт на Bybit. Сделочка по биткоину у меня в плюсе на 29 800 долларов. Ставка финансирования 0.01. Сильное падение на биткоине. Размер позиции 267 000 долларов. Прибыль по этой сделке 29 800. На балансе 574 400 долларов за 7 дней. Было 597 по месяцу. Было 513, поднимался на 611 и опустился на 574. Но хорошо. Теперь давайте посмотрим на Теслу. Давайте еще на недельку на биткоине. Что там интересного на графике. Но тут я вижу гигантскую чашку с ручкой. Если эта фигура отработает, то цель тогда будет очень высоко. Потому что чашка с ручкой гигантская. Расстояние мы можем измерить по основанию. Это на биткоине. Гигантская чашка с ручкой. Если она отработает, то цель тогда будет 269 000 долларов за 1 биткоин. Такая цель по этой гигантской чашке с ручкой. И что еще интересного? Эта цель совпадает с той целью, про которую я говорил еще когда рассказывал о халвинге. Это круто. Была у меня такая теория халвинга. Я ставил такую цель 269. Но лучше все это дело я объясню в отдельном видосе. Много займет времени. Тесла. 222 доллара. Вчера было сильное падение на Тесла. На недельном стахастик развернулся вниз. Заходят хорошие объемы. Но на недельном стахастик направлен вниз. Перевернутая головой плечи, которая отработала, и Тесла ушла вверх. Отлично отработала эта перевернутая головой плечи. На недельном стахастик вниз идет. И Тесла нашла сопротивление на этом треугольнике. Сопротивление. Хм. А, вот почему у меня трендовая линия изменилась. Потому что замочек... Это неудобно. Зачем они это сделали? Раздражает. Я должен как-то его убрать. Трейдинг Вью не должны были добавлять эту опцию. Вот почему изменились мои рисунки. В общем, вы видите на Тесла, что она вышла вверх из этой перевернутой головы с плечами. Также был нисходящий клин. И в итоге Тесла нашла сопротивление в этом большом симметричном треугольнике. Который Тесла вроде как пробила уже. Но затем снова в него вернулась. Внутри создается давление-давление. И выходим вверх. И расстояние можем измерить по основанию треугольника. И тогда цель на Тесла будет 578 долларов. И вот Тесла вышла из этого треугольника. И я говорил, что она может вернуться обратно на 200. Или даже ниже может пройти. На 153. И только после этого будет выходить из треугольника. Но я думаю, что все-таки не пробьет 200. Но хотя на таком рынке возможно все. Вчера рынок, например, очень сильно упал. Nvidia, например. Вот давайте возьмем. Nvidia показала минус 7% вчера. А кстати, дошла до моей цели на 136. Которую я ставил. Помните? По какой-то причине не отображается на графике. Но я говорил. 136. Nvidia туда пришла. Прекрасно. Дошла до 143. Практически идеально. Я не понимаю, почему у меня тут не отображается. Но я точно помню, что я ставил. Проводил теханализ и ставил на 136. Странно. Ну да ладно. Теперь давайте почитаем комментарии. MCRT. Команда создает потрясающий продукт. Великолепнейший. Но это не финансовый совет. Вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. Я ранний инвестор в этом проекте. Демократы играют в игры. Вчера они перевели биткоинов на миллиарды долларов. И это вызвало панику. Спасибо, Джеймс, за твои видео. Смотрю тебя с 21 года и помню, как ты предсказал вершину рынка. Я как раз тогда в крипту и зашел. Джеймс, пожалуйста, посмотри на H-Bar. Хорошо, может быть посмотрим сегодня. Джеймс, ты красава, спасибо тебе за твою помощь. Подождите, 58. Сейчас 66,550. Может быть и не упадем на 58. Но если будет эскалироваться война, то тогда возможно. Джеймс, ты забыл вчера выбрать победителя конкурса. Да, я забыл выбрать в своем видосе, но выбрала моя команда в итоге. И они обо всем этом запустили и написали в соцсетях. Сейчас опасно торговать биткоином. Спасибо тебе, Джеймс, за твою великолепную работу. Продолжай в том же духе. Ты вдохновляешь и меняешь жизни людей. Кто-нибудь уже выиграл Тесла, когда покупал NFT-шки в проекте Magicraft? Да, действительно, в одной из NFT-шек в Genesis коллекции спрятана Тесла. И до сих пор никто еще не выиграл эту Теслу. Извините, ребята, во вчерашнем видосе я сказал, что бонус за открытие байбит-карты будет 1000 долларов. На самом деле нет такого бонуса. Бонус там 25 долларов. Джеймс, ты вчера не выбрал победителя на 100 долларов. Я не выбрал в видосе, да, но выбрала моя команда. Это прекрасно. И теперь твиттер тоже почитаем. 85 400 подписчиков. Это мое вчерашнее видео. А вот еще. Это видео, как Сэм Бэнкман торгует криптой на FTX. Баланс биткоинов правительства Соединенных Штатов. С 28 по 30 июля они продали 10 тысяч биткоинов. Вот почему падает цена биткоина. Это новости из проекта Magic Craft. Новая игра в экосистеме. Шахматы на мобильных телефонах и в браузерах. Смотрите, так это трейлер. Отлично. Хорошая работа команда. Выпускает шикарные продукты. Эта неделя началась с притоков биткоин. 124 миллиона долларов. Это на ETF. Прекрасно. И теперь давайте посмотрим на H-Bar. То, что спрашивали в комментариях. Я, честно говоря, с этим проектом не особо так знаком. Вау, сумасшествие. Смотрите, поднимался на 18 центов. Такого проекта раньше-то и не видел. Слышал как-то. Но никогда не смотрел. Поднимался на 18 центов. И опустился на 0.06. Давайте начнем с недельного таймфрейма. Как это обычно нужно делать. Итого, абсолютное дно находится на 3 цента сумасшествия. Дно на 3 цента. Даже если с октября 23-го смотреть. Если бы вы тогда купили H-Bar, вы заработали бы 313% прибыли. Не сказать, что прям это миллионы. Мы на биткоине так заработали. Потому что купили биткоин по 16 тысяч. Красавцы. Это трендовая на H-Bar. А уровень поддержки находится, я бы сказал, вот здесь. На этой желтой линии. Поэтому будьте очень осторожны. Потому что, скорее всего, опустится H-Bar на эти желтые линии. Объемы не очень. Может пройти H-Bar ниже. На 0.045. Вполне вероятно уйдет. Прекрасно. Ну что ж, на этом на сегодня все. Не забывайте присоединяться к Телеграмму. 113 трейдеров онлайн. Федеральный долг Соединенных Штатов составляет уже 35 триллионов долларов. Достиг вчера такой отметки. Сумасшествия. В общем, подключайтесь к моему Телеграмму. И общайтесь с другими трейдерами. И обязательно еще этот чарт включите себе на телевизоре. BitcoinPrice.Liv. Сейчас там 6400 зрителей. 6480 смотрят. И капитализация рынка 248 триллиона. Спасибо, что посмотрели. И увидимся завтра. Продолжение следует.